Студия медиакнига представляет. Наталья Мамлеева. Свадебный салон или потусторонним вход воспрещен. Читает актриса Алла Човжик. Глава первая. Инесса Лютикова. — Девушка, вы меня слышите? Девушка, вам какие? Я подняла растерянный взгляд на кассиршу. Она определенно о чем-то меня спрашивала, но задумавшись, я совершенно пропустила ее вопрос. — Сигареты, говорю, какие? — повторила женщина. — А, сигареты, точно-точно. Я судорожно начала вспоминать все известные мне марки сигарет. Воспоминания о табачных изделиях никак не шли, зато в голове всплывала последовательность недавних событий. Однокурсники, карточная игра, мое феноменальное фиаско. Знакомьтесь, Инесса Вячеславовна Лютикова. Счастливчик по жизни. Если судьба чередует черные и белые полосы, то я обязательно буду идти перпендикулярно по черной полосе. Проиграла почти все партии. Ни одной победы. А потому и желание мне загадали самое каверзное. Постарались, так сказать, сокурсники. Так что теперь я стою на шпильках и придерживаю одной рукой бутылку вина, другой простыню, которая, несмотря на тугой узел, так и хотела с меня сползти. Еще бы. Было бы там на чем держаться. «А, Винстон синий», — ответила я. Женщина, кивнув, подняла жалюзи и внимательно осмотрела стеллаж. «Они закончились. Может, есть на соседней кассе? Посмотрите?» «Отчего бы не посмотреть?» — с улыбкой отозвалась я и с мученическим выражением лица обернулась. В очереди раздались смешки. Смешно им. Мне не очень-то. Оставив бутылку вина и паспорт на этой кассе, я потянулась к верхнему стеллажу соседней. Лишь бы просто не упала. Лишь бы не упала. Пух, удержалась. Иначе быть мне звездой роликов на ютубе. Хотя что-то мне подсказывает, мне в любом случае этой славы не избежать. Вытащив сигареты под вспышки фотокамер, я развернулась по бедоносным видам и прошла к кассе. Телефон я завязала в узелок на подоле, чтобы не уронить случайно. Сейчас его пришлось доставать и оплачивать покупку. Когда транзакция прошла, я собралась сматываться отсюда, пока друзья, выглядывающие за стеллажи в магазине, окончательно не сделали из меня посмешище своими выкриками «Давай, будь смелей!» и все в подобном роде. «Девушка, вы забыли!» – окликнула кассирша, и стоило мне развернуться, протянула пачку игральных карт. «Это подарок. Лично от меня жду вас в следующий раз. Можно даже одетый». «Что ж, карты хотя бы пригодятся во время реванша. Стоит отблагодарить кассира». Я протянула в ответ пачку сигарет. Она со смешкой их приняла. «Это подарок», – пояснила я, от зеркалев сказанные мне слова. «Лично от меня». Самой вежливой улыбкой, на которую была способна в этот момент, я развернулась и направилась к выходу, пытаясь удержать в руках карты, паспорт и бутылку, а также проклиная себя и обещая, что больше никаких азартных игр. А за спиной все-таки раздался плеск овации, и я закатила глаза. «О, Россия!» Горели не только щеки, но даже уши, хотя старалась с ней выдать своего волнения. Нужно поскорее отсюда уходить, пока осталось хотя бы немного самообладания. Я уже протянула руку с зажатой в ней бутылкой к ручке стеклянной двери, когда увидела в отражении саму себя, но одетую совершенно иначе. Эта девушка была в темно-вишневом платье под горло, со множеством складочек и рюш, но выглядела точности как я. Испуганно отшатнувшись, я запуталась в складках простыни и, не сумев удержать равновесие, начала заваливаться на спину. Все предметы из рук выпали, подскочив вверх. «Ой, полетит сейчас бутылка вина в кого-нибудь, ой, полетит!» Только зря деньги за нее отдала. «Эх!» Хотя все равно казенные были. Бутылка оказалась самой тяжелой и упала первая, разбившись. Я не видела, но слышала звон. Я закрыла глаза от страха и ухнула вниз. Падение было долгим, но совсем не жестким. В любовных романах сейчас было бы следующее развитие событий. Незнакомец подхватил одной рукой несчастную девушку, другой драгоценное вино, а потом они выпили бы кофе, много разговаривали, и мужчина оказался иностранцем. Он улетел бы в другую страну, так и не взяв номер телефона. Потом, лет через пять, они встретились бы в его родном городе. «Ой, кажется, моя романтическая натура проступает. Нужно срочно завязывать с любовными романами и сваливать отсюда подальше от заинтересованной публики. Кстати, а куда я, собственно, упала?» «Подо мной была, предположительно, перина». Я руками нашарила пачку игральных карт. Открыв глаза, оглядела себя, заметив несколько красных капель вина на простыне. Я только позже сообразила, где нахожусь. «Какого?» Я приподнялась на огромной кровати. Кажется, алкоголь начал действовать по воздуху, ибо выпить я не успела, а белочка меня уже настигла. Может, я упала, стукнула с головой, и теперь мне все снится? Лучше бы этому всему быть сном. Находилась я в просторной спальне, выполненной в светло-зеленых тонах. Справа камин, вокруг которого стояли кресла и невысокий столик. Весь правый угол занимал деревянный шкаф до потолка. Слева через щель между портьерами пробивался свет. Даже не сон, а средневековая сказка какая-то. В комнате слышалось тихое сопение, совсем рядом, на кровати. Мужчина спал лицом в подушку. Темные длинные волосы заслоняли лицо. Одеяло, прикрывающее лишь ягодицы незнакомца, давало возможность насладиться созерцанием мышц на спине. Я не удержалась и провела по ним пальцами. А вот этому лучше бы не быть сном. Такой очаровательный экземпляр мужественной красоты. Нежданный мираж продолжал спать, пока я выводила узоры. Какими же реалистичными и увлекательными бывают сны? Намного интереснее реальности. Только вот почему рядом со мной продолжают лежать игральные карты и паспорт? Жаль, бутылка вина не сохранилась. Огляделась. Взглядом нашла барный шкаф, в котором стояли бутылки с алкоголем. Они вполне могут пригодиться. Если мужчина все-таки проснется и окажется симпатичным, вероятно, карты тоже. Развлечемся, если он все же страшненький. А вот паспорт нам не нужен. Исчезни. Я напрягла воображение и попыталась его убрать. Надо же. Получилось. Он исчез. Но спустя минуту вновь появился. Я даже взяла его в руки, чтобы проверить, точно ли мой паспорт появился. Да, определенно. С моим именем и местом рождения. И куда тогда он исчезал, раз так быстро вернулся? Не успела я освоиться в удивительно реалистичном сне, как в дверь затарабанили, заставив меня вздрогнуть, а лежащего рядом мужчину проснуться. Он заозирался по сторонам, особое внимание уделив мне, и улыбнулся и приветственно помахал рукой. Жеста доброй воли он не оценил, вместо этого лишь нахмурился. Вы что здесь делаете? Жестко, без тени улыбки спросил незнакомец. Смотрю на вас, отозвалась я и оценила аристократичное лицо. И увиденное мне нравится, я даже не против. Красивая у меня фантазия. Темные волнистые волосы, густые брови, черные длинные ресницы и пронзительные глаза цвета ночного неба. Герой любовного романа девятнадцатого столетия с неприязнью посмотрел на дверь, готовый разорвать ее в щепки. Только в этом случае те, кто продолжает стучаться, сию же секунду окажутся в комнате. Незнакомец скачал с кровати и, посмотрев на меня, весьма грубо приказал. Вставайте. Дожидаться моего ответа он не стал. Схватил за талию и, вздернув вверх, поставил на пол. Вот это сила! Да он на руках меня носить может. Простыня, больше не удерживаемая мной, скатилась к моим ногам, а я осталась. В чем мать родила? Незнакомец прошел едва ли заинтересованным взглядом по моему телу и бросил мне в лицо простыню с кровати. Я девушка гордая, с самым надменным взглядом подняла свою простыню и обмоталась ею, стараясь не чувствовать горящие от смущения щеки. Кажется, он видел мой первый размер. Почти второй, между прочим. Смотря какая компания, производитель бюстгальтеров. Незнакомец долго церемониться не стал. Рывком перекинув меня через плечо, он потащил меня к шкафу. Я испуганно смотрела в сторону кровати, пытаясь вырваться. «Отпусти меня! Эй!» «Ты слышишь, неандерталец, отпусти меня сейчас же!» «Да я засужу тебя!» «Что сделаешь?» С усмешкой спросил он, так и не став слушать мой ответ, швырнул в шкаф, закрыв дверь на ключ. «Вот это наглые фантазии нынче пошли!» «Вы посмотрите на него!» «Эй!» «Ты!» «Да как ты смеешь?» Возмутилась вроде громко, но мой голос будто тонул в пространстве шкафа. «Выпусти меня сейчас же!» Но чувствовала я, что меня не слышно, зато звуки в комнате были прекрасно различимы. Что это за технологии такие? Может, я попала в комнату какому-нибудь европейскому принцу? Но я определенно не помню его лица. Особо королевских кровей люди медийные. Что ж тут происходит? Опять принимаю все за реальность, а это ведь сон. Пока я недоумевала, открылась дверь, и в комнату вошли несколько человек. «Ваш чай, Ян Арс!» Прозвучал женский голос, и следом за ним еще один мужской, требовательный. «Где моя племянница?» «Откуда мне знать?» Равнодушно отозвался мой утренний визави. «Если вы помните, я вчера отправился спать рано». «Да-да, вы вчера выглядели саналиевым», — подтвердил женский голос. «Может, вам кофе вместо чая?» «Благодарю, лицка не стоит». Отозвался тот, кого назвали Арсом. «Еще вопросы, Ян Кроун». «У меня вопросы были. Я даже попыталась задать их вслух, но все они по-прежнему пропадали в пустоте шкафа». «Так, в конце концов, это же мой сон! Я могу изменить местную реальность!» Наклонившись к замку, я увидела щеколду и представила, что ее не существует. Вуаля! И она исчезла. Опасаясь, что она вновь появится как паспорт, я поспешила выйти из шкафа. С этими моими способностями я могла бы стать настоящим авторитетом преступного мира. Но пока я им не стала, пришлось иметь дело с полным шоком местного населения. На пол упал чайный сервис вместе с подносом, который держала полноватая женщина. Надо думать, та самая Лицка. Раздался ее изумленный вскрик. Я неприязненно поморщивалась и крепче ухватила за свою простыню. Представительный грузный мужчина, видимо, Кроун, недовольно сдвинул брови и, подойдя ко мне, накинул свой камзол на мои плечи. Противиться я не стала, лишь запахнула его покрепче, почувствовав себя увереннее. «Спасибо», – поблагодарил я мужчину. «О, милостивая богиня!» Внезапно истерично воскликнула Лицка, возведя руки к потолку и оглядев меня, точнее мою простыню, с каплями красного вина. «На ней же кровь! Ян Арс, как вы могли запятать честь благородной девушки?» Честно, тому самому Яну Арсу, моему утреннему визави, сейчас не до причитаний пожилой женщины. Его заботила реакция Яна Кроуна. Он, скорее всего, мужчина не из простых, о чем говорили дорогой костюм с атласным платком, причудливо повязанным у горла, на очищенные туфли и белоснежные манжеты. А вот женщина, судя по всему, домработница. На ней было черное платье в пол, белый воротник и такого же цвета чипец. Настоящая горничная девятнадцатого века. Ян Кроун повернул меня к себе и опустил руки на мои плечи. Его театральный жест не внушал доверия. «Инесса, дорогая, как ты могла!» Запречитал, как я уже поняла, мой родственник, что он подтвердил своими следующими словами. «Дорогая племянница, как мне жаль тебя! Ах, этот обольститель! Зря, зря мы переехали в этот дом, но теперь уже поздно о чем-то сожалеть, нужно как-то решать сложившуюся ситуацию. Ян Арс, как благородный человек, вы обязаны взять на себя ответственность». В этот момент мы с вышеупомянутым молодым человеком подавились воздухом. Вот к чему, а к этому мы были не готовы. Нет, о подвенечном платье я всегда мечтала, и учиться на дизайнера пошла из-за детской мечты открыть свой собственный свадебный салон. Но выходить замуж за незнакомца, вот шоуольте. В тот самый момент, когда я хотела расставить все по своим местам и категорично отказаться от столь щедрого предложения, в комнату вошла высокая элегантная женщина. Ей могло быть и тридцать, и все сорок. Мудрые глаза вкупе с молодой внешностью создавали привлекательный образ. Темные волосы были уложены в строгую прическу и скрывались под полями небольшой шляпки с перьями и крупными цветами. Юбка бархатного темно-синего платья слегка поблескивала при ходьбе, а длинные рукава с валанами делали фигуру женщины еще более утонченной. Весьма загадочная личность. «Что здесь происходит?» Спросила она четко поставленным голосом. Мне сразу же захотелось выразить ей свое почтение и поклониться. «Что за странные мысли?» «Будто передо мной особо королевской крови». «Или так это и есть?» «По крайней мере, если в моем сне есть королева, то она должна выглядеть именно так». «Яна Ариетта», — обратился к вошедший дядюшка. «Попутно у ветра вам в это пасмурное утро. Вынуждена мрачить его еще больше. Ваш младший сын обесчестил мою племянницу. Ваш клан обязан взять на себя ответственность». Незнакомка вздернула бровь и смерила меня оценивающим взглядом. Вряд ли она действительно думала о том, подхожу ли я ее сыну. Ее вердикт был вынесен мгновенно. Теперь же она лишь тянула время, продумывая пути отступления. Я почти была уверена, что она найдет соответствующие отговорки, но она меня разочаровала, когда обратилась к дядюшке. «Вижу, это действительно так», — признала она. «Наш клан не запятнает свою честь недостойным поведением. Мы будем вынуждены взять на себя ответственность. Я так понимаю, у вас есть бумаги, подтверждающие ваше близкое родство? Иначе вы не вправе требовать от нас что-либо. Девушка в возрасте от 18 до 23 лет, без опекуна или близкого родственника, которые берут на себя ответственность за ее нравственность, сама праве распоряжаться своей жизнью и телом». «Вы прекрасно знаете законы Шагридада», — холодно отозвался Ян Крун. «Разумеется, соответствующая справка будет вам предоставлена. Обсудим детали». Женщина оставалась удивительно спокойной. Настоящая королевская выправка. Впрочем, гнев ее сына выдавали лишь полыхающей злостью глаза. В остальном же ни один мускул на его лице не дрогнул. «Так что же будет дальше в этом загадочном сне?» Слово взяла Ариетта. «Тогда пройдемте в кабинет». «Лицка, проводи Яну Инессу в ее покое и помоги ей одеться». Обратилась к домработнице она и добавила для меня. «Пусть ли я жду вас, Яна Инесса в кабинете?» «Мне очень интересно услышать ваше мнение на этот счет». Женщина развернулась и покинула комнату. Довольный дядюшка поспешил за ней следом, словно забыв о моем существовании, а раздраженный сын развернулся ко мне. Слуги в коридоре разбежались, словно потеряли интерес к происходящему. Осталась только Лицка. А я отступила на шаг, упершись в дверцу шкафа. Так и хотелось залезть обратно. Только теперь я сомневалась, что смогу. Как говорится, дважды снаряд в одно место не попадает. «Не желаете рассказать, как вы сюда попали, Яна? И что за кровь на вашей простыне?» С едва уловимой угрозой спросил Ян Арс и бросил взгляд за мою спину. «И как вы выбрались из шкафа?» «Легко», – отозвалась я, даже не оглядываясь назад. От дальнейших расспросов меня спасла причитающая домработница. «Ох, Ян Арс, да как же вы могли? Ох, да что же делается? Как же теперь быть-то?» «Как, как?» Раздражение переполняло молодого человека, но при этом он не отводил взгляда от меня. «Жениться будем». «Да как же так?» Сплеснув руками, спросила недалекая служанка. «На невесте даже платья нет, простыня одна. А в простыне приличные Яны. Замуж не выходят». Вот в этом я могла с ней согласиться. Мы встретились с Яном Арсом взглядами, и мужчина едко заметил, будто насмехаясь надо мной. «Зато простынка белая». «С этим трудно не согласиться». «А я что?» Подняла подбородок выше и фыркнула. «Выходить замуж в белой простыне, пусть даже и во сне. Мне еще не доводилось. Признаться, мне вообще не доводилось еще выходить замуж. А хочется?» «Но я не уверена, что свадьбу мы будем играть прямо сейчас. Да и разве женит мать сына, пусть и младшего, на первой встречной?» «О, Ян Арс!» Лицка. «Тебе заняться нечем?» Домработница, наконец-то вспомнив о своих обязанностях, принялась собирать разбитый сервиз на поднос, все время что-то бормоча. «Сон мне уже совсем не нравился. Я посмотрела на угрюмого жениха и поняла, что хочу проснуться. Что я, замуж не выйду, что ли? В следующем сне обязательно выйду. И уже надеюсь в свадебном платье, а не в простыне. Так, с этим сном пора прощаться». Я закрыла глаза и ущипнула себя за руку, после чего посмотрела вокруг. «Все те же лица, все там же. И как мне выбраться отсюда?» Лицка оставила поднос на столе в коридоре, а сама попросила меня следовать за ней. Я направилась следом за женщиной, лишь бы поскорее покинуть удручающее общество Яна Арса. Лишком уж он раздраженный, будто мы вовсе не во сне. Я даже споткнулась от этой мысли. «А если не сон?» «Не может быть сон настолько реалистичным, но и реальным быть не может. Где же я?» «Умерла?» «Это загробная жизнь?» «Девять кругов ада?» Обогнув лестницу, мы остановились возле деревянной двери, расположенной точно напротив комнаты Яна Арса. Лицка распахнула передо мной дверь, но войти я не успела. Справа из кабинета вышел Ян Кроун. «Мне нужно поговорить со своей племянницей наедине», вежливо сказал он Лицке, и домработница, сделав книг, сын, удалилась. Дядя же повернулся ко мне и приглашающим жестом указал на комнату. Безразлично пожав плечами, я вошла внутрь и огляделась. Комната была выполнена в светло-бежевых тонах, практически обезличенная, с массивной кроватью, диванной зоной и высоким шкафом на ножках и ширмой. Туда-то я и направилась, когда дядюшка схватил меня за предплечье и потянул на себя. Я едва удержала равновесие, оказавшись лицом к лицу с мужчиной. «Ты была неподражаема, моя дорогая. Откуда только кровь? Неужели действительно смогла соблазнить Деринга?» «Это красное вино», – отозвалась я, чувствуя себя неуютно от близости с мужчиной. «Вино?» – нахмурившись, переспросил мужчина. «Жаль, что не твоя кровь. Тогда иди за ширму, отдай мне простынь». «С чего я должна вас слушаться?» – приподняв бровь, спросила я, и мужчина улыбнулся. «Давай не будем спорить хотя бы сегодня. Иди за ширму». Что-то было такое в этом мужчине опасное. Я не посмела ослушаться и выполнила его приказ. Ян Кроун взял какие-то шарики и бросил парочку в камин. Они тут же зажглись ярчайшим пламенем, в котором сгорела испачканная простыня. В комнату вошла молоденькая девушка. «Я не буду вам мешать и подожду за дверью», – отозвался Ян Кроун и вышел из комнаты. Я не понимала, что происходит. Лишь безвольно обхватила себя руками, продолжая выглядывать из-за ширмы. Поклонившись, горничная прошла к шкафу и достала оттуда платье. Показав его у меня, она робко спросила. «Яна, это подойдет?» На автопилотике внув я с интересом наблюдала, как девушка достала в тон к изумрудному платью туфельки и шляпку, после чего положила платье и шляпку на кровать, а туфли – возле нее, и взяла в руки белую длинную рубашку-камизу. Смиревшись со своей участи, я позволила горничной помочь мне с одеждой. Меня затянули в корсет, нарядили в длинное платье и усадили перед зеркалом. Это было невысокое трюмо со множеством ящичков и коробочек на нем, а еще там стояли духи с помпой, от которых шел восхитительный аромат. Настроение немного улучшилось. Уложив мои волосы, девушка помогла с платьем и застежкой на туфельках, после чего я прошла к выходу. Вспомнив, что я все-таки неблагородная леди и к личной обслуге не привыкла, обернулась к девушке и спросила ее имя. «А Юль, Яна?» – удивленно отозвалась горничная, и я поняла, что сильно сглупила. Скорее всего, я по умолчанию должна помнить имя своей служанки. «Имя служанки. Служанки. Но у меня не должно быть служанки. А у кого она может быть? У какой-нибудь девицы восемнадцатого века». В голове щелкнула идентичная девушка в длинном темном платье. «Конечно, супермаркеты – странное отражение в стеклянной двери. Если этот мир магический, значит, эта племянница что-то сделала, чтобы поменять нас местами. Неужели она там вместо меня, в людном магазине?» Голова закружилась от переизбытка невероятной информации. Я пошатнулась и оперлась рукой о стену. А Юль тут же подошла ко мне и придержала за локоть. «С вами все в порядке?» «Да-да», – просеянно ответила я. «Мамочки!» «Это что ж происходит? Мне срочно нужен бокал вина. Можно два. Лучше бутылку. Идеально две». Романтичная сказка стала превращаться в фильм ужасов. «Пожалуйста, пусть это будет сон». Я даже прикрыла глаза и принялась отсчитывать секунды, но реальность так и не изменилась. Посмотрев на девушку, которая проявила ко мне хотя бы малое участие, я оттолкнулась от стены и вышла из комнаты. В коридоре меня ждал Ян Кроун. Проигнорировав его настороженный взгляд, я подала руку, подобно барышням девятнадцатого века, и мы вместе прошли в кабинет. На этом книжка подошла к концу. Это был ознакомительный отрывок. Полную версию книги вы можете скачать или прослушать онлайн, перейдя по ссылке в описании под видео. Достаточно зарегистрироваться, и вуаля, книжка у вас. И помните, авторы, декламаторы, редакторы тоже люди, они тоже хотят кушать и на добровольных началах, к сожалению, в наше нелегкое время работать фактически нереально, особенно качественно. Поэтому, ребята, поддержите как минимум автора и декламатора, купив лицензионную книгу.